Моя жизнь сложилась так, что я познакомилась с молодыми людьми из города Страсбург. Они пригласили меня в гости. Там я встретила людей, работающих в ресторанном бизнесе. Среди них есть официанты, администраторы, суперклассные повара, владельцы собственных ресторанов и кафе, дизайнеры. Попывав в Страсбурге, я смогла ощутить всю сказочную атмосферу потрясающего города. Посетила рестораны и кафе, где смогла оценить французскую кухню. Дизайн и интерьер этих заведений, где оформление имеет очень важное значение. И оттуда и пришло мое вдохновение. Маленькие семейные ресторанчики, пекарни, булочные посуды, цветущие садики, флакверковые домики. Все это меня очень вдохновило. И я решила разрабатывать именно французский ресторан. Изначально это планировалось делать в Москве. Но проанализировав рынки нашей столицы, я пришла к выводу, что здесь французский ресторан будет неактуален. И во Франции, конечно же, иначе. Согласно статистике, рестораны с праздником не испытывают проблем с посетителем. Ведь французы – самая ресторанная нация в мире. Французы обычно имеют свой любимый ресторанчик поблизости от дома, где они обедают, завтракают, ужины, ну или просто до суп свой проводят. В городе Стразбург очень много туристов, и, конечно же, им будет интересно ознакомиться с национальной кухней. Поэтому лишние рестораны не помешают в этом городе. Также следует отметить, что Стразбург является важным административным центром в Европе, где расположен Совет Европы. Поэтому в городе очень много экспатов, которые традиционно пользуются кафе и ресторанами для деловых встреч. Проектируемый ресторан будет относиться к категории кузин-буржуаза. Это приготовление традиционных французских блюд по домашним рецептам. Это спецификация французских кухон. Средний чек будет создавать 15-50 евро и более. И для людей среднего дохода и выше среднего посещать, может быть, ресторан каждое. Французы, народ, экономный. Поэтому для экономных клиентов будет разработано фиксированное меню, которое будет прилагаться до лет с 13.00 до 16.00. Вариант к возрастанию цены. Например, салар, главное блюдо и ресторг в цене 15 евро. Далее уже 25-50 евро. Но в мой проект не просто разработка фиксированного меню, так как во Франции такое меню предоставляется на новой доске. Перейдем к моему проекту. Перед вами фирменная... Вот, видите, как прошла только мои фотографии? Это декорации повсюду, декорации везде, на окнах. Ну, повсюду. Вот так выяснили. Значит, вот. В общем, петух, символ Франции. Кок о ван. Французское блюдо. Так называется мой ресторан. Кок о ван – это традиционное французское блюдо. Здесь соединились петух и вино. Петух, как символ Франции, и вино, как неотъемлемая часть, из французов, конечно. Это и так для знакомых и моего знака. Значит, знак защиты поля, минимальный размер знака. А, плюс. А, ну вот. В знаке используется прием визуализации стереотипов. Соединились петух и бутылки в длина. В итоге разработан комбинированный знак обслуживания. В знак образовании я разработала шрифт, который один. Который комбинируется с декоративным элементом. В такой графике с наивными образами передается вся домашняя, неужденная атмосфера моего ресторана. В качестве фирменного шрифта я использовала шрифт 5 Minutes. Вот, вы можете его видеть. Он рукотворный, очень подковный. И, на мой взгляд, он очень хорошо сочетается с моими графиками. Цветовая гамма соответствует содержанию, где цвет определяет длину. Длину может быть красное, розовое, белое. Но предпочтительнее будет красное. Для массовой коммуникации оно будет предпочтительнее. Поэтому основной цвет красный. Черный автоматический, хорошо подходит для стиле образующих элементов и ясной сочетованной информации. Серо-голубой, дополнительный цвет, для исключения монотонности при применении цветовой графики. Так, значит, здесь вы можете видеть мои рисунки. Это в качестве стиле образующих элементов я использовала индивидуальную графику. Рисунки, подходящие по смыслу ресторанной тематики. Меню формата А5. Карта меню. Значит, на каждой странице меняются рисунки. Я использовала подложка, это скатерть, это одна из традиционных скатерти Эльзаса. И мне кажется, она дает атмосферу, дух самого региона, потому что это один из очень важных элементов. Далее, карта винная. Она идет больше, чем меню. Так как вина много, и так будет удобнее выбирать, сделать свой выбор иногда, и не побольше. Далее следует реклама. Далее реклама. Здесь я использовала приема игра ствол. В итоге вышла серия постеров с разными сюжетами. Верхняя часть меняется по сюжету. Нижняя остается неизменной. Знак обслуживания я поместила в правом нижнем углу. Это выгодное место для знака. В общем, переводится это петух на вине. Петух, вино в петухе. Вино на петухе.